В 13.06 в городе, как и обещала, я в особом мнении. Меня зовут Светлана Занько и напротив меня Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета. Валентин Николаевич, добрый день. Добрый день. У нас есть ряд вопросов. Кроме того, поступили вопросы на сайтах akerov.ru. Напоминаю нашим слушателям, что у вас всегда есть возможность накануне прихода нашего госта на сайт задать ему вопрос. Он тоже есть, я его чуть попозже задам. А начнем вот с чего. Идет сейчас приемная кампания. И по итогам июня месяца, буквально 30 июня, отчитались о ценах, которые в вузах по России, в Госдуме проанализирование изменений цен в вузах по России, составили список университетов, в которых платное обучение подорожало очень сильно. Заявлялось о том, что в некоторых университетах стоимость на обучение выросла на 286%. Даже такие были. Притом инициатор этого исследования, депутат Госдумы Владимир Бурматов, он говорил о том, что, потому что это потом активно очень обсуждалось, повышение стоимости платного обучения приведет к конфликтам в среде студентов и социальной напряженности. В то же время, у нас буквально недавно пришли пресс-релизы, и я видела, что в некоторых кировских вузах стоимость на платные услуги, на платное обучение, наоборот, упала. Какова ситуация сейчас в Вятском государственном университете, и что Вы вообще думаете об этом? Вы так широко зашли, и это правильно. Начнем с того, что высшее образование в Российской Федерации бесплатное. И любой гражданин Российской Федерации может по конкурсу, набрав соответствующего количества баллов ЕГЭ, поступить на бесплатное бюджетное образование, высшее, профессиональное, получать стипендию, проживать по очень льготным ценам в общежитиях, и вообще пользоваться социальной защитой и поддержкой государства в плане получения высшего образования. Это бюджетное место? Это бюджетное место. Если хорошо закончили школу? Если хорошо закончили школу, хорошо учились, приложили усилия, соответственно, получили хорошие оценки ЕГЭ. Притом, судя, я не помню точные данные по этому году, но традиционно в России сейчас более 60% выпускников могут поступить на бюджетные места высшего учебного заведения нашей страны бесплатно. Соответственно, платно могут поступить те, кто набрал меньшее количество баллов. У кого-то буквально не хватает несколько, что обидно, кто-то поступает платно, потому что он хочет поступить именно в этот университет, и ему, даже если он не прошел, не набрал достаточное количество баллов, он, тем не менее, хочет учиться в конкретном вузе, и он принимает решение, что он будет заключать это платное обучение. Вот, кстати, в нашем университете это в последние годы все чаще проявляется, мы это наблюдаем с удовольствием. То есть человек, студент, выпускник мог бы поступить на другую специальность, например, или в другую университет? Или даже на эту же специальность, в другой вуз или в другом городе, и поступить на бюджетное место. Но хочется к вам. Но хочется к нам, или в какой-то другой вуз. Да, и, соответственно, он принимает такое решение, и, соответственно, он учится. Мало того, что он учится на платном, но если он будет хорошо учиться и показывать хорошие результаты, у него достаточно высокие шансы после первого-второго курса перевестись на бюджет, потому что кто-то отсеивается, кто-то не справляется с изучением. Валентина Николаевна, спасибо за справку. Я думаю, что ситуация эта известная и давнишняя. А что же все-таки с платными услугами? С платными услугами. С платными услугами и ценами. Теперь смотрите, что происходит с платными услугами. В столицах, в крупных городах, там происходит ситуация, когда вузы повышают цены из-за спроса высокого, ну, и из-за высоких затрат и сдержек, которые в столицах, ну, как известно, выше. Выше уровень заработных плат, выше всяческие другие коммунальные, всяческие другие расходы. Соответственно, у них больше затраты, поэтому они вынуждены повышать цены, чтобы не уходить в минус, с экономической точки зрения. А в региональных вузах, там ситуация несколько другая. Там, ну, на примере Кирова будем смотреть, да, мы прекрасно понимаем, что уровень московских цен за обучение платное, а он не позволит большому количеству желающих учиться, ну, будем так говорить, в Москву не уезжают учиться, потому что там даже на бюджете участь, там дорого, потому что стоимость жизни, расходы, соблазны и всяческие другие переезды, большие расходы. Поэтому многие принимают, особенно в условиях кризиса, многие принимают решение, что остаться в Кирове. Соответственно, покупательная способность желающих обучаться платно, она гораздо ниже, чем в столицах. Поэтому у нас вузы точно знают, что если они будут задирать цену, поэтому они никого не наберут. Мало того, учитывая кризисное явление и ситуацию напряженную в этом вопросе, Министерство образования и науки рекомендовало высшим учебным заведениям не повышать стоимость оплаты больше, чем на процент инфляции. 5,5%. Что, соответственно, мы и сделали. Ну, еще зимой, когда вузы готовились и размещали правила приема и так далее. То есть я правильно вас поняла, вы говорите, что мы и сделали. То есть вы, авиатский государственный университет, повысили стоимость платного образования на уровень... Да, на эти 5%. А дальше происходит еще другая ситуация. Вот учитывая, ну, вы много слышите, что вот звучит вопрос о объединении вузов, о укропнении их, и главным аргументом приводится демография. За последнее, там, с 2010 года количество вкусняков упало, ну, чем-то раз. Чем-то раз. Резкое снижение. Соответственно, плюс идет конкуренция между высшими учебными заведениями. Вот мы, например, в течение 5 последних лет бьем последовательно с каждым годом рекорды свои внутренние за всю историю существования университета, ВятГУ, Кирпи. Такого количества бюджетных мест и, соответственно, желающих поступить на эти места мы никогда не наблюдаем. Притом мы считаем не по заявлениям, которые там абитуриенты могут подать в 5 вузов и которые, собственно, еще ни о чем не говорят. Это так на всякий случай. А по количеству оригиналов ЕГЭ сданных уже для того, чтобы поступить. То есть, каждым годом их у нас становится все больше. А с учетом демографии, значит, получается, в каких-то вузах кировских... Нетоборных. ...их становится все меньше. И, соответственно, возникает ситуация, когда вузы кировские, филиалы, даже некоторые государственные, для того, чтобы хоть как-то сделать набор, в этом году они единственным способом могут это сделать, это снижать цены рыночные, экономически выражаясь, демпинговать. То есть, это все-таки демпинг, это экономически необоснованные цены? Я считаю, что да. И, обратите внимание, что Министерство образования и науки, которое, собственно, следит за этим вопросом, оно, с одной стороны, контролирует и мониторит вузы, чтобы они не задирали цены, там, на примере столичном, а в то же время смотрит внимательно, чтобы вузы не роняли цены ниже плинтуса. Сейчас эта система до конца не отрегулирована, но я думаю, что в ближайшие годы будет организован очень жесткий контроль именно за демпингом, потому что мы все прекрасно понимаем, что учебный процесс, качественный учебный процесс в высшем учебном заведении – это определенные расходы, ниже минимального уровня которых снижение приведет к потере качества. Потому что, ну, что это значит, на чем вузы могут сэкономить? Есть постоянные у них расходы, связанные с тем, что необходимо содержать помещение, платить коммуналку, делать ремонты, закупать оборудование сложное, особенно если реализуются инженерные специальности или там высокотехнологичные специальности. Да, конечно, именно поэтому большинство филиалов, которые работают в нашем городе, или не государственных, тем более вузов, они идут по пути снижения сдержек каким способом? Они реализуют, как правило, гуманитарные специальности, экономические, юридические, гуманитарные, где, собственно, класс доска имел и преподаватель не обходил. Хотя, это уже устаревшее представление. На самом деле, какая бы ни была гуманитарная специальность, она все равно требует высоких технологий. Это мультимедийные различные доски, это компьютеры, это работа с компьютерными сетями, это различные приложения мультимедийные, которые используются, это погружение в среду, доступ к электронным базам данных, отечественным и международным, для того, чтобы качество этого учебного процесса соответствовало лучшим мировым стандартам. Можно какое-то время, год, два, три, на этом экономить всячески. Ну, не ремонтировать здания, не закупать новые компьютеры, оборудование, методические материалы. Да, несколько лет можно протянуть на таком режиме. Можно платить зарплату ниже плинтуса, неконкурентоспособную, и какое-то время преподаватели, энтузиасты своего дела и патриоты своих вузов будут работать, что называется, за спасибо, в минус, на одном энтузиазме. Но долго такая ситуация продолжаться не может. То есть демпинг не спасение? Это не спасение, это временная мера, которая, знаете, там, ночью простоять, на день продержаться. А в стратегическом, в долгосрочном плане, это стратегия проигрышная, и она приведет к фатальным результатам. Но все равно, ведь уровень инфляции в 5,5%, он не соответствует тому падению, которое получили люди в своих зарплатах в реальном выражении. Учитывая рост стоимости на все, что только можно, это, конечно, не 5,5%. Таким образом можно сделать вывод, что все-таки образование так или иначе подорожало, даже если вы удержали цену в повышениях на 5,5% всего. Ну, смотрите, мы понимаем... То есть здесь кажется оправданным, что вузы просят снизить. Да, мы понимаем эту ситуацию. И, например, для высокобаленков... Те, которые близко к границе высокого балла. Те, которые близко к границе, мы устанавливаем... Или, например, есть специальности, по которым нет бюджетных мест. И там идут с очень высокими баллами те, которые хотят именно на этой специальности учиться. Для высокобаленков мы устанавливаем скидки, которые законом об образовании предусмотрены. И мы, соответственно, можем за счет средств университета снизить стоимость обучения. На сколько, например, скидки можно состоять? Ну, там, в зависимости от разных специальностей на 10, 15, 20, иногда и 30 процентов. Вот. И, соответственно, у нас получается, что у нас даже на платные специальности где нет бюджетных мест идут отличные абитуриенты с хорошими баллами. И они становятся хорошими студентами и потом хорошими. Сколько сейчас стоит год обучения для первокурсника? Вот в этом году будет стоить? Опять же, для разных специальностей по-разному. Ну, давайте тогда посмотрим. Где-то вилка от 35 до 70, ну, по некоторым специальностям инженерным. Там же еще тема какая, что государство, Министерство образования и науки сказало, если у вас есть бюджетные места, то вы обязаны, вузы, обязаны устанавливать стоимость обучения по той же цене, по которой государство финансирует эти бюджетные места. Для инженерных направлений подготовки, там, для некоторых, там, это 80 тысяч, для некоторых, это более 100. Соответственно, мы обязаны установить по этим специальностям именно такую стоимость обучения. Но это уже не первый год сложилось, и, соответственно, цены здесь принципиально не меняют. Позицию Министерства образования не меняло, даже вот в связи с тем, что вот я перевела пример обсуждения 30-го числа, когда депутату Госдумы обратились, тот же Бурматов, уже упомянутый мной сказал, что нужно позволить вузам, если у них есть такая возможность, удержать цену на уровне прошлого года, пока никаких не было в этом смысле. Что такое слово «позволить», не повышать цену? Это надо не позволять повышать цену вузам, нужно увеличить им финансирование из государственного бюджета, и тогда они не будут повышать эту цену. Это он к кому обратился? Это он к своим коллегам-депутатам должен, к Министерству финансовым обратиться, к правительству России. Туда и обращался. Да, но только там неправильно используется формулировка. Нужно не позволять вузам не повышать цену, а нужно сделать так, чтобы вузы не были вынуждены это делать, потому что, вот я могу сказать, например, нашего и других, наверное, кировских вузов, примерно бюджет формируется 50 на 50. Если бы мы получали достаточное финансирование, мы бы вообще отказались от платных студентов, но на самом деле Министерство образования и науки нас мотивирует это делать и нас всячески заставляют, рекомендуют повышать доходы от образовательной, научной деятельности, хозрасчетных различных научных исследований, прикладных исследований, зарабатывать в вузы. Это мировая практика, так живут все мировые лидеры, многие из которых вообще являются частными, практически кто-то получает финансирование государственное в Европе и в Америке, а кто-то не получает. Ну, что касается финансирования, вы уже затронули эту тему объединения вузов, и, кстати говоря, вот сейчас есть вопрос на сайте eho.ru, Александр Анатольевич пишет, почему до сих пор нет официального решения присоединения ВЯДГГУ к вашему университету? И будет ли это происходить? Это не мой вопрос, поверьте, я туда его не писала. Будет ли у нас опорный университет? А вот это уже я тут тоже готовила. Я про опорный университет и очень прошу вас рассказать, что это вообще за система, которому Ливанов выделит дополнительное финансирование, а это то, о чем вы сейчас говорили. Александр Анатольевич, ответьте мы, пожалуйста. Смотрите, будет объединение или не будет, в конечном итоге решение принимает учредитель учебных заведений Министерства образования и науки. И, соответственно, этот вопрос нужно адресовать учредителю, потому что Министерство в данном случае является хозяином, полномоченным Российской Федерации принимать такие решения. То есть вы комментировать не будете? Здесь вопрос такой. Министерство образования и науки может принять такое решение, если будет инициатива со стороны соответствующих коллективов учебных... Конкретных коллективов, там ВИАД ГГУ и ВИАД ГУ, или там, по-моему, еще может быть запрос, насколько я поняла, от регионального правительства. Безусловно. Безусловно. Такое решение принимается, оно не принимается с Бухты-Барахты, оно делается с учетом многих факторов. Изучение социально-экономических, последствий такого решения, с учетом мнений, безусловно, правительства регионального и губернатора оппозиции, и, соответственно, мнений коллектива. Вот эти слухи, конечно, ходят уже очень давно и всячески муссируются, но, вероятно, сейчас они все больше... Эта тема обсуждается, потому что принято решение о создании опорных университетов в регионах, и финансирование их начнется с 2016 года, и по 2020 год будет продолжаться. Соответственно, все осознают, что вот что-то назревает. Да, смысл такой, что министерства анализируют ситуацию в регионах и видят, что из-за демографии контингент большинства региональных государственных вузов плавно снижается. Вольно или не вольно. Кто-то это делает медленно, у кого-то, как у нас, контингент растет, но мы исключение. У большинства региональных вузов государственных снижается контингент по объективным причинам, потому что выпускников школ снижалось в течение последних на 15 лет ежегодно. И в некоторых регионах и в некоторых вузах это падение уже достигло критических размеров, когда, ну, например, содержание там или обучение по какой-то либо специальности или по какому-то направлению в группе специальностей уже становится экономически не цариться обратно. Ну, не бывает группы из 10, там, 7-5 человек. Соответственно, нерентабельно держать большие факультеты и кафедры и возникает риск финансового банкротства, возникает риск, что вуз не может себе позволить платить соответствующую заработную плату, которая, согласно майским указам президента, должна расти ежегодно. до 2020 года достигнуть 200% от региональных. Ну, кстати, ВятГУ еще два года назад выполнил этот план. Сейчас, ну, план в 200% средней зарплаты преподавательского состава держим уже не первый год. За что меня там министерство даже ругает. Что я там, мне даже лишили премии и сказали, мы тебя будем наказывать, аргуректор, потому что... Слишком высокую зарплату? Слишком высокую зарплату установил преподаватель. Надо постепенно, надо по плану. Премии лишают вас? Да. И решили уже? И решили. И надолго такая ситуация? Не знаю. Вот в прошлом, за прошлый год не получил. Посмотрим, как закончится этот год. И получается так, что есть риск, что, ну, соответственно, если вузы экономически несостоятельны, возникает ситуация, что там не закупается оборудование, ну, в общем, начинает снижаться качество образования, вузы превращаются в какие-то призраки, знаете, обшарпанные скины. Сейчас говорим о государственных вузах. О государственных. Ну, смотрите, на самом деле такая тенденция происходит и с негосударственным вузом, просто там проще, там учредитель, частный владелец или группа лиц, они, если видят, что, ну, как бизнес этот проект высшеучебного заведения негосударственного начинает давать сбои, то они просто принимают решение и закрывают. Это безболезненно. Ну, я надеюсь, безболезненно. Можно же по-разному закрыть это дело. Можно все бросить и убежать там за границу и делайте, что хотите. А можно, ну, спокойно там договориться с государственным вузом перевести студентов, договориться о судьбе преподавателей и так далее. И, соответственно, нельзя, да, при том, что при том, что ухудшается экономическая ситуация региональных вузов, возможности бюджета ограничены, им помогают дополнительно. И на этом фоне еще к тому же Министерство образования и науки проводит другую политику ужесточения требований, мониторинг эффективности, контроль за основными параметрами учебной и научной деятельности, хозяйственной деятельности вузов. И эти требования и те тенденции, о которых я говорил, они выступают в такое явное противоречие. При том, что вуз, для того, чтобы вузы, Министерство, для того, чтобы вузы, у которых есть проблемы, не хулиганили, они начинают контролировать стоимость учения, чтобы она была и невысокой, и не слишком низкой, потому, что это нереально обеспечить процесс. Второе, они начинают контролировать, чтобы вузы не набирали совсем уж откровенных троечников, а иногда и двоечников нарушением закона. Двоечников вообще запрещено брать. А троечников... Это же все происходит в момент мониторинга вузов, вот когда... Ежегодно. Ежегодно. и мониторинг показывает, что некоторые вузы, там, чтобы выжить, начинают уже набирать откровенных, там, полных троечников, которые точно не место в высшем учебном заведении. Здесь ситуация понятная. Объясните тогда, пожалуйста, вот это вот создание опорных университетов, 10 опорных университетов, соответственно, по поводу опорных. Опять же, на примере Кировской области. В городе Кирове работает более 20 высших учебных заведений. Государственных и негосударственных? Государственных. Большая часть государств. Высших. Высших учебных заведений. Ну, это крупные, которые все знают, наши. И филиалы крупных московских и филиалы всяких других. Государственных и негосударственных. Как правило, они преподают повторяющиеся, дублирующиеся специальности, которые, ну, в кавычках, легко преподавать. Легко найти преподавателей на экономические, юридические, гуманитарные всякие специальности. Не требуется большого, там, особого оборудования. Ну, можно сэкономить. Валентин Николаевич, у нас, извините, остается 3 минуты до перерыва. Давайте я вас в лоб спрошу. Соответственно, решением такой проблемы является создание опорного регионального вуза на территории конкретной области, который бы аккумулировал в себе ресурсы материальные, людские, все лучшие практики, все компетенции, методическую базу. Какое количество вузов такой опорный вуз в состоянии поглотить? Ну, знаете, например, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, в Казани, в Перми некоторые вузы поглотили до 10 различных учебных заведений, включая колледжи и филиалы каких-то других вузов. А система управления в этих вузах и преподавательский состав, ну, то есть, насколько, я имею в виду, напряжение может быть выдержано? В любом случае, что-то должно отсекаться, это, наверное, нет? По поводу отсечения. Смотрите, если, например, присоединяется какой-то вуз и в нем есть контингент студентов и соответствующее этому контингенту количество преподавателей, которое не раздуто, то сокращений ни студентов, ни преподавателей соответствующим этому количеству не происходит. Сокращение, оптимизация определенная происходит только на уровне управленческих аппаратов. Когда там вместо трех или двух там сколько вузов объединяется бухгалтерии, юридических отделов, всяческих методических отделов и так далее административных структур остается одна. Да, она чуть вкрупняется, но при этом в ней работают там несуммарное количество сотрудников. Соответственно, происходит сокращение управленческого аппарата, но при этом остается без потери студенты и преподавателей. А можно вообще себе представить? При этом еще очень важный момент происходит при таком объединении, что зарплата преподавателям присоединенных вузов устанавливается такая, которая есть у того вуза, который присоединяет. Как правило, больше. Интересно ли это вузу, к которому присоединяют платить такого уровня зарплаты? Ну, а что делать? Надо исполнять закон. Это требование Трудового кодекса. Поэтому преподаватели точно не теряют, а не выиграют от этой истории. Потому что у них зарплата подтягивается от этого уровня, с кем они объединены. Студенты точно не проигрывают в силу того, что они получают диплом более престижного, более успешного вуза. Понятны ли уже сейчас цифры, которые, деньги, которые будут потрачены министерством, государством на финансирование опорных вузов? Пока непонятно. Это государство говорит, оптимизируйте структуру, объединяйтесь, укрупняйтесь. Понимаем, что там на выплату дополнительных зарплат, на приведение в порядок материальной базы, потому что, как правило, она у присоединения вузов явно хуже. Потому что они долгие уже годы перед этим, ну, как-то неизвестно. Сколько денег? Точно неизвестно. Сейчас известно следующее, что в конце года, в ноябре, будет Минобром объявлен такой конкурс. И те вузы, которые войдут в эту программу, они получат деньги, программу финансирования на последующие пять лет. Вы готовитесь подать, или, может быть, уже подали документы на то, чтобы стать опорным вузом? Для того, чтобы подать такие документы, нужно войти в процедуру реорганизации и присоединения. Мы такое решение сами принять не можем. Кто должен его принять? Его должны принять министерство образования вместе с коллективом другого присоединяемого вуза и с региональными властями. Если такие решения будут, и мы успеем это решение оформить приказом Минобра до осени, до ноября, да, и войдем в эту процедуру, то мы юридически сможем претендовать на эту программу и получим серьезные деньги, которые позволят, собственно, решить все проблемы и развиваться дальше. Вятский государственный университет готов в эти программы, мы понимаем, что это неизбежно. Если такое решение будет принято, мы готовы его исполнить. И, следовательно, станет опорным вузом региона. Ну, я на этом надеюсь. Сейчас будет перерыв на две минуты. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение Валентина Пугача, ректора Вятского государственного университета. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета. Хочу вот, что у вас, о чем у вас пора спрашивать. Наткнулась очень любимая мною программа на московском Эхе. Называется она «Родительское собрание». У нас нечто подобное было. К сожалению, немножечко это все затухло, завязало. У меня не оставляет мысли снова возобновить такие разговоры с преподавателями наших образовательных учреждений, родителями и так далее. Так вот, «Родительское собрание» от 12 июля 2015 года обсуждалась тема детских технопарках в регионах. Гостями были Марина Ракова, лидер инициативы «Новая модель системы дополнительного образования России» Светлана Маторина, директор детского центра научных открытий и на парк и вел программу Сергей Бутман. Так вот, что говорила Марина Ракова? Она говорила, что на самом верху России это все, я цитирую, это все-таки построение такой системы про детские технопарки, которая позволит создать пространство для ребенка, чтобы он в ускоренном режиме, в интересном для себя формате открывал для себя все технологии, которые пользуются сегодня самые инновационные, самые новаторские промышленные предприятия и могли свободно творчески мыслить. Для того, чтобы в самом ближайшем времени стать способными творить и так далее, и так далее. И она говорит о том, что вот эта система технопарков, она сейчас уже создается, и это очень важно. И тут я сразу же, еще не дочитав до конца расшифровку программы, тут же сразу вспомнила инженерию и фестиваль науки, который уже не первый год у вас проходит. Что вы знаете вообще о вот этой системе создания технопарков, детских технопарков в регионах, она на каком уровне сейчас, я так и не поняла, существует ли это государственное какое-то решение, или это чисто инициатива, опять же, вузов, которые в этом участвуют. И вы движетесь в таком направлении? Да, ну, смотрите, Светлана, для экономии времени я предлагаю опустить аргументацию, почему это очень нужно, полезно, интересно и весело для детей, это всем понятно, безусловно, что от этого выиграют все и дети, и школы, которые получают более таких развитых детей и, соответственно, высшие учебные заведения и региональные власти и так далее, и так далее. Всем понятно, что это нужно, правильно, что это тренд, модно, интересно, полезно и так далее. Вопрос, как всегда, в деньгах. Кто это будет финансировать? Да. И, соответственно, в регионах, у которых все хорошо с бюджетами, в столицах, в крупных промышленных центрах, у которых большие бюджеты, это развивается при инициативе, поддержке, финансировании региональных и муниципальных властей. Выделили бюджет, изучили практику, пригласили специалистов, организовали на высшем мировом уровне и получили прекрасный продукт. И такие примеры есть в нашей стране достаточно их много. в Красноярске, в Москве, в Санкт-Петербурге. Их уже несколько таких технопарков, и они развиваются очень хорошо. В нашем регионе мы понимаем, что ждать таких вливаний от областного или городского бюджета очень сложно, мало вероятно, много других кричащих вопросов. Поэтому наш университет принял решение как раз двигаться в этом направлении своими силами, и мы постепенно это реализуем. Губернатор нам помог, дал нам новое здание, ну, старое здание, которое мы отремонтировали, ну, слава Богу. Соответственно, сейчас университет потихоньку за счет своих средств закупает оборудование, заказывает различные станки, приборы, всяческие такие установки наглядные. Соответственно, по мере того, как у нас это будет комплектоваться, у нас разовой акции такие, как фестиваль науки ежегодный или вот инженериум, который, они будут постепенно вырастать в такие технопарки. При том, что, я не могу сказать, что это только делает университет. Насколько я знаю, и другие вузы потихоньку в эту сторону двигаются. Даже некоторые школы, они открывают там школы робототехники, они открывают какие-то музеи. Это не тот разум. Это совершенно другая история. Более на выдумке хитрая. Мы говорим о конкретной истории, все-таки технопарк подразумевает, что там будут одаренные дети. Да. Если это будет развиваться так, как сейчас декларируется на высшем уровне, на государстве, то, наверное, будет принята государственная программа, которая предусмотрит создание в каждом регионе и выделение соответствующего федерального финансирования такого объекта, такого детского технопарка. Если это произойдет, тем более, это надо делать в регионах, у которых есть талантливые дети, как у нас, у которых есть желание, интерес и опыт реализации скромный. Если будет еще дополнительное финансирование, то мы можем сделать здесь вообще великолепно, потому что мы давно изучили эту практику, мы съездили, посмотрели лучшие образцы в России и за рубежом. А сейчас пока? А сейчас пока нет такого финансирования, поддержки государственных программ. Университет потихонечку из своих небюджетных средств, которые мы зарабатываем, в том числе на платных студентах, мы потихонечку в этом плане двигаемся. Но пока говорить о том, что сформируется в ближайшее время, в этом, в следующем году, технопарк, направленный на детей, и он как-то будет работать в постоянном режиме, рано? Рано. Рано. Вот у нас остается буквально пять минут, и я очень хочу с вами поговорить на следующую тему. Я хочу поговорить о политических объединениях молодежи. Понятно, что это связано сейчас с такой серьезной, горячей ситуацией, и не только в России, а во всем мире. И очень много сообщений о том, что молодые люди, а студенты самая активная часть, участвуют в различных политических партиях, в разных организациях, в том числе экстремистской, например, направленности. Есть случаи вопиющие, череда которых посыпалась в конце мая, в июне, о том, как наши девушки пытались пробраться в Сирию. Были завербованы исламскими экстремистами. И вот это вот все не может, наверное, не волновать ректора такого крупного вуза. Расскажите, какова обстановка ВятГУ, поощряете ли вы участие ваших студентов в политических движениях, и как отслеживаете вообще градус вот этого напряжения в студенческой среде? Ну, смотрите, студенты, как любые граждане Российской Федерации имеют право реализовывать себя в самых различных направлениях, включая и участие в различных общественных объединениях, политических партиях и так далее. Поэтому запрещать студентам участвовать в политической жизни мы не можем. С одной стороны. С другой стороны, в законе об образовании четко прописано, что деятельность политических партий в высших учебных заведениях запрещена. Это вот две крайности, в которых нужно спокойно принимать правильные законные решения. Конечно, нам не все равно, нам, я имею в виду, университету, преподавателям, коллективу, чем живут и что думают и как себя ведут наши студенты. И здесь, соответственно, очень важно с ними иметь диалог, иметь обратную связь, понимать и чувствовать настроение студентов, что им интересно, куда они стремятся, к чему проявляют интерес. Поэтому у нас развернута определенная система, когда студенты, ну, система воспитательной работы, которая подразумевает вовлечение студентов во все хорошее и такой присмотр за то, чтобы они не занимались все плохи, начиная от алкоголя, наркотиков или всяческими другими безобразиями. Соответственно, это сложная, это такая тонкая работа, потому что студенты, люди такие ранимые, они чувствуют свою значимость, осознают себя как личности, понимают о том, что они авангард общества, поэтому одними запретами или какими-то ограничениями вопрос не решит. Здесь очень важно с ними создать им условия. Для занятия спорта, для туристических, патриотических, каких-то самых разных. Давайте тогда анализ ситуации. Чувствуете ли вы, что в течение этого года и в последнее время градус напряжения вырос среди студентов, связанный с событиями, которые происходят в стране и в мире? Совсем критически я такого сильного повышения градуса не вижу. Да, есть некоторые студенты, которые, судя по их публикациям в социальных сетях, интересуются какими-то оппозиционными историями, которые участвуют в каких-то политических партиях, не всегда проправительственных. Но это их право. Если это не выходит за рамки закона, если это не мешает учебе, это их право. А вот когда история полминуты с девочками, которые убегали в Сирию, произошла, были какие-то предприняты действия в УЗе? Мы обсуждали у себя с деканами этот вопрос. мы, соответственно, внимательно смотрим симптомы таких неприятных историй, которые могут проявиться при проживании в общежитиях, где, собственно, студент у нас на глазах и видно. Но я надеюсь, что таких совсем трагических, явных историй, когда будет вербовка террористами и так далее, нас минует и этого не произойдет. Опять же, для того, чтобы профилактировать такие вещи, нужно студентов увлекать другими полезными интересными для них историей. Спасибо. Это было особое мнение Валентина Пугача, ректора Вятского государственного университета. Меня зовут Светлана Занько. До встречи. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...